Десна-ТВ Десна-ТВ На очередном плановом оперативном совещании вниманию заболеваемости в нашем городе также уделили особое внимание. Заместитель главы администрации Сергей Тощев призвал приложить усилия, чтобы предотвратить эпидемию в Десногорске и подчеркнул, что прививки – лучшая профилактическая мера. Анализ применения прививок в прошлые годы говорит о том, что количество заболеваемых прививок меньше, гораздо меньше. В отделениях стационара медсанчасти 135 имеется необходимый запас лекарственных препаратов. Не затягивать с обращением к врачам, специалистам. То есть, если заболели, то нужно либо сразу идти к терапевту, вызывать врача на дом, либо вызывать скорую медицинскую помощь, а не заниматься самолечением. Специалисты Комитета по образованию заканчивают сбор информации для формирования базы данных по ЕГЭ. Хочется обратиться к выпускникам прошлых лет, которым предоставляется также возможность сдать экзамены, но до 1 февраля нужно прийти в Комитет по образованию, написать заявление, при себе иметь копию паспорта и копию документа об образовании. В конце января в учреждениях образования пройдут традиционные дни открытых дверей для будущих первоклассников и их родителей. 23 января в первой и четвертой школах, 24 во второй и 30 января в средней школе номер три. Прошедшее воскресенье дан старт лыжному сезону. В следующий четверг, 28 января, в Генино состоится очередная лыжная гонка «Фонарь». Ожидается участие спортсменов из Рославля, Ершичей и Шумячей. А старт традиционного лыжного туристского марафона 100 километров за 24 часа намечен на 21 февраля. Гендиректор регионального оператора капремонта Юлия Волченко не прошла профессиональное тестирование и должна была пересдать экзамен. Однако власти лишили ее второй попытки, расторгнув контракт. Будущему руководителю также предстоит пройти тест в министерстве, который оказался не по зубам Волченко. Она в декабре прошлого года вместо необходимого минимума в 45 баллов набрала только 43. С вечера Крещенского сочельника около 15 тысяч, а по другим данным почти 19 тысяч верующих успели окунуться в Иорданях по всей Смоленской области. В нынешнем году в регионе было организовано 41 место для крещенских купаний. Десногорцы, как и весь православный мир, отметили праздник Богоявления. Также этот день называется Крещением в память о библейских событиях Крещения Иисуса в реке Иордан. На Казанском святом источнике состоялось Великое водоосвящение. Традиционно все желающие, невзирая на мороз, окунулись в Святую Крещенскую воду источника. Безопасное проведение купаний обеспечивали сотрудники полиции, спасатели и медики. Для всех присутствующих церковь приготовила угощения – горячий чай, пирожки и сладости. В России уже долгие столетия проходит праздник Крещения Господня. Сущность его за века нисколько не изменилась, как и отношение к празднику православных людей. Более 70 тонн растительной продукции неизвестного происхождения ликвидированы на прошлой неделе на Смоленском полигоне Кучино. Под гусеницы трактора попали груши, томаты, апельсины, цветная капуста, сельдерей и салат латук. Продукция прибыла с Республики Беларусь и сопровождалась поддельными фитосанитарными сертификатами ЮАР, Израиля и Марокко. В минувшее воскресенье управлением Росфельхознадзора по Смоленской и Брянской областям было принято решение о запрете ввоза 20 тонн сливочного масла производства Лепельского молочноконсервного комбината, расположенного в Витебской области. Было установлено, что пищевая продукция перевозилась в антисанитарных условиях. Груз решено вернуть отправителю. Каждый год в первой школе нашего города проходит месячник здоровья. В это время в школе организуются соревнования и эстафеты. На одном таком мероприятии побывала наша съемочная группа. Подробности вы узнаете в следующем сюжете. В веселых стартах приняли участие четыре команды из учащихся первых А и Б классов и детей двух подготовительных групп детского сада «Лесная сказка». В этом году мы решили провести совместное мероприятие между детскими садами и школой, начальными классами, чтобы эта преемственность выглядела более реально и видно было участие всех детей. Дети соревновались в пяти эстафетах, в которых показали свою сноровку, быстроту и ловкость. Борьба была очень напряженной, каждый участник стремился к победе. В командах царило взаимопонимание. Криком и свистом поддерживали соревнующихся болельщики, которых собралось в зале немало. Конкурсная программа завершилась интеллектуальным штурмом. Ребята отгадывали загадки на спортивную тему. После подсчета баллов каждая команда получила почетную грамоту и сладкие призы. В последнее воскресенье января отмечается Международный день отказа от интернета. В этом году молодые смоляне выйдут на флешмоб вместе офлайн. Решено поставить рекорд по количеству участников всероссийской акции и напомнить людям, что ни один интернет-ресурс не заменит реальные встречи и живое общение. Сбор состоится 31 января в 15 часов на массовом поле в Лопатинском саду. Переходим к новостям культуры. В Смоленск привезут более 100 графических работ Сальвадора Дали, представляющих собой масштабную серию иллюстраций к Ветхому и Новому Завету из частного итальянского собрания. Выставка работ «Священное послание самого известного сюрреалиста XX века» будет действовать в культурно-выставочном центре имени Тенишевых с 29 января по 20 марта. 15 января музыканты Десногорской группы «Восьмое отражение» приняли участие в совместном концерте, посвященном празднованию Старого Нового года, который прошел в брянском клубе КП. На сцене популярного брянского клуба, кроме наших музыкантов, выступили еще три группы. Седьмое поколение «Калуга», «Симфони оф Дистракшн» «Орел» и «Барракуда Брянск». Как отмечают наши музыканты, все было организовано на высшем уровне. Зрители встречали каждого исполнителя очень тепло. Десногорская группа исполнила как свои авторские произведения, так и известную музыку классиков русского рока. Следующие гастроли наши музыканты планируют провести в ближайшем месяце в Москве. 25 января Десногорская центральная библиотека приглашает горожан посетить литературно-музыкальный салон «Мастер литературы, театра и кино Владимир Высоцкий». А 29 января встреча в литературно-музыкальном салоне будет посвящена Раймонду Палсу. Оба мероприятия пройдут в читальном зале начала в 18 часов. Также для Десногорцев городской центр «Досуга» планируют встречу с Евгением Петросяном, которая состоится 7 февраля в 13 часов. Справки по телефонам ГЦД 722-82-328-27. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала disna-tv.ru. Также мы ждем ваших предложений и актуальных тем для новостей. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова